Что такое вообще игры? Все ли мы игроки? Игра — это любая ситуация, в которой мой выигрыш зависит не только от моих действий, но и от действий моих контрагентов. И в этой ситуации мы математически прогнозируем, что честные люди выиграют. Можем доказать, что альтруизм эффективнее эгоизма? У всех такая надежда на какую-то быструю наживу. Вот ни одна конфликтная ситуация не может быть решена вот так вот. Как заставить людей играть по правилам, если каждого отдельности, то невозможно проверить. Воины за идею прогнозировать невозможно. Можете меня урыть, но у вас будет там все равно рассещена бровь, подбит глаз, у вас будут еще и ниже пояса врежем. Всегда, когда вы можете себе наработать репутацию нерационально ведущего себя человека, это надо сделать. Всем привет! Теория игр. Совсем новая наука, которая изучает очень важные вещи. В каких случаях люди вступают в конкуренцию, а в каких сотрудничают? Как результат действий каждого человека зависит от поступков других? И вообще, как построить наилучшую стратегию, где все окажутся выигрышем? Во всем этом я хочу сегодня разобраться с моим гостем, доктором физико-математических наук, членом-корреспондентом РАН и вообще страстным популяризатором математики Алексеем Саватеевым. Алексей, здрасте. Привет, Суфико! Привет всем нашим слушателям тоже. Как мы говорим, маткульт, привет. На последний вопрос я отвечу очень просто. Сделать так, чтобы всем было хорошо, все равно не получится. Начнем вот с простого. Что такое вообще игры? Какие виды человеческих взаимодействий являются играми в математическом понимании? Все ли мы игроки? На самом деле мы все игроки в некоторых ипостасях. Мне трудно представить человека, который, например, никогда ни в одном аукционе не участвовал, включая интернет-аукционы. Это раз. Потом почти все из нас, почти все, пользуются автомашинами своими, собственными. Ну, кроме меня. Вот я, например, не пользуюсь машиной, но в основном у людей машина есть. И каждый день человек, у которого есть машина, он должен решить, сесть за руль или пробки слишком большие. И как только он начинает решать эту задачу, он немедленно становится игроком. Потому что пробки большие тогда, когда много людей решило сесть за руль. То есть его выбор, сесть ли за руль, зависит от того, сядут ли за руль другие люди. И в этом плане это классическая математическая игра. Все мы игроки, и практически все в математическом понимании является игрой. Так? Ну, я не могу сказать, что все в математическом понимании является игрой. Но игр вокруг нас очень много. То есть позиционирование политиков там в странах, где бывают выборы честные. Потом, значит, вот эти транспортные задачи. Ну, вот, как я уже сказал, да, аукционы. Потом, если вы, например, столкнулись с ситуацией такого, ну, какого-то коллективного воровства, когда там много-много чиновников какого-то ведомства подворовывают, и вы для них строите правила игры какие-то, что вот знаете что, вот до 20% там будут одни меры, а потом мы сделаем все, чтобы вас посадить, да, например, или что-то в этом духе, то обычно бывает так, что сил на проверку всех не хватает, и чем больше воруют, тем сложнее угнаться за каждым конкретным. И они, начиная это осознавать, тоже становятся игроками, да, то есть вот эти потенциальные нарушители закона, они тоже игроки в игру, правила которой формулируете вы, если вы власть. Потом, значит, тоже как бы налоговая политика, в общем-то, это такая двуступенчатая игра. Вы формулируете правила игры, то есть какие налоги при каких доходностях вы будете брать, и дальше люди начинают выбирать, заниматься ли им какой-то мышиной вознёй, типа переписывание своих бизнесов на родственников, там, жена, кум, сват, брат, или там забить на это и всё-таки заплатить чуть больше налога. И в этот момент, конечно, он является игроком той игры, которую власть ему навязала, да. Ну и так, таких-то понятно, всё, вокруг нас это теория игр всюду, но нельзя сказать, скажем, что в семье. В семье я бы не советовал заниматься игрой, потому что это чревато скандалом и разводом, если вы будете со своим близким, да, со своим мужем или женой своей играть внутри семьи. Вот это я категорически, как теоретический игровик, категорически не советую делать. В семье должна быть искренность, а не игра. То есть игры не касаются прям всех на свете областей, так же, как и математика, она касается вполне определённого круга вещей, а какого-то круга не касается. Вот, так что нельзя сказать, что везде игры, но их очень много. Ну вот то, что мы называем игрой, да, вот из ваших слов я понимаю, что это всегда ситуация, в которой выигрыш зависит не только от моих там собственных действий, но и от остальных участников, правильно? Именно так, да. Ну тогда получается, что, не знаю, условно, казино или рулетка – это не игра, или крупье тоже игрок? Нет, казино – не игра. Вы совершенно правы. Казино – это не игра. Рулетка – это вообще не игра. Вот. Но другое дело, что если, например, есть лотерея, то это уже немножко игра. Потому что в лотерее чем больше народу, тем меньше вероятность выиграть. Ну если мы разыгрываем ровно один какой-то приз, если нас 10, то вероятность выиграть каждому из нас высока, а если нас 10 тысяч, то, соответственно, вероятность выиграть низка, и тогда люди начинают покупать по 100 билетов, там, по 150, если они азартные. И это уже игровой выбор стратегический, потому что если ты веришь, что много народу будет покупать билеты, то тебе для того, чтобы увеличить вероятность выигрыша, нужно тоже купить много билетов. А если ты веришь, что вообще сейчас такой момент, когда эту лотерею никто не заметил, то можно прийти и на дурачка быстро взять и выиграть ее с большой вероятностью. Так что в каких-то случаях вот такие вот азартные игры тоже становятся играми в математическом смысле слова. Но вот вы совершенно правильно сказали, да, что игра – это любая ситуация, в которой мой выигрыш зависит не только от моих действий, но и от действий моих контрагентов. В частности, игрой является любой конкурентный бизнес, вообще любой. Вот только если ты не монополист всего и вся, а хоть какие-то конкуренты у тебя есть, то дальше стратегия ведения бизнеса, она тебе принесет выигрыш в зависимости от того, как другие тоже выбрали какие стратегии, а не только от того, какая она у тебя. То есть нет понятия там «правильная стратегия в олигополе и неправильная», потому что это зависит от того, какие у других стратегии в олигополе. И в этом смысле это игра. В общем, при этом смысле считается, что выигрышная стратегия, она есть в любой игре. или где-то ее, в принципе, не существует. Да, вот общепризнанная позиция вот эта, она просто в корне неверна. То есть в играх, которые мы рассматриваем, кроме самых простых, вот эти вот общепризнанные ситуации, это такие очень простые игры, в которых все прогнозируется от начала до конца, и, грубо говоря, в шахматах можно сказать, что про шахматы, что чисто математически, я сейчас скажу очевидную вещь, тем не менее, там это некая теорема, которая называется теорема Цермела, чисто математически исход шахмат, он предопределен. То есть либо перед началом игры можно быть уверенным, что у белых выигрышная стратегия, либо можно быть уверенным, что она есть у черных, либо можно быть уверенным, что и белые, и черные могут себе гарантировать ничью. Но просто мы еще не знаем, ни один компьютер не просчитал эту игру до конца, и ни в каком разумном будущем не просчитает, потому что количество вариантов, которые нужно просчитывать, растет как двойная экспонента от количества сделанных ходов. Потому что как экспонента растет количество позиций, а в каждой позиции еще есть несколько фиксированное количество, ну там 10-20 возможных ходов, и ты вот это вот количество ходов возводишь в количество позиций, которые само являются что-то в какой-то степени. Это очень трудно представить, но это растет очень быстро. И никакой перебор ни на каких ни современных, ни будущих компьютерах никогда не сможет это решить. И скорее всего шахматы мы не сможем просчитать. Шашки там худо-бедно вроде просчитали, но там просто действительно довольно мало ходов. А вот условно история типа как Орел и Решка, или Камень, Ножить и Бумага, где я просто каждый раз выбираю с равной вероятностью. Стратегия в таком случае возможна? Выигрышной стратегии не существует, но есть равновесная. То есть есть пара равновесных стратегий. Например, в обычной Орел и Решка понятно, что не может быть выигрышной стратегии ни у одного, ни у другого. Потому что если я узнал твою стратегию, что ты зажимаешь Орел, я буду говорить Орел. Но тогда, узнав, что я буду говорить Орел, ты будешь зажимать Решку. И в этом плане ясно, что это будет такой как бы замкнутый круг. Никаких выигрышных стратегий, никакого равновесия даже не будет в этой ситуации. Но будет равновесие в таких как бы, как мы говорим, мы это называем смешанных стратегиях. Ну говоря по-русски, очевидно, что если я кидаю просто монету, и что выпало, то и говорю. И ты тоже кидаешь монету, и как она зажалась, так ты и зажимаешь. То тогда это как бы равновесные стратегии. То есть я никак не могу улучшить свой выигрыш, кроме как назвать с равными шансами Орел и Решка. Если с той стороны тоже с равными шансами Орел и Решка. И наоборот, верно. То есть мы как бы нашли правильный прогноз, но он вероятностный. И это как квантовые механики, только по другим причинам. То есть в квантовой механике тоже там нет прогнозов, которые бы говорили нам, что вот так произойдет. Вот в этом месте, как говорил Эйнштейн, бог играет в кости. Но вот когда мы начинаем играть в настоящие кости, у нас тоже единственное, на что можем рассчитывать, это на то, что будет вот такая ситуация, что я должен с такими-то весами, с такими-то частотами использовать мои две вот эти стратегии. В камень, ножце, бумаге то же самое. Единственное, что можно сказать, что если в одной трети случаев делать камень, в одной трети делать ножницы, и в одной трети делать бумагу, то против такой стратегии выиграть нельзя. Вы упомянули, вы сказали очень важное равновесие, и раз это столь важное понятие, я хотела бы разобрать немножко поподробнее, потому что вот я знаю, что очень многие вообще о существовании этой теории, они узнали из фильма «Игры разума». Ну вот, знаешь, один раз я этот фильм посмотрел, он мне показался достаточно пресным. Но, что вот меня немножко возмутило, что ситуацию равновесия там не раскрыли тему на самом деле. То есть один раз они там этих девчонок в баре делят. Ну, так это может, за уши это можно притянуть к теории игр, но только за уши. Алексей, вот у вас сейчас есть возможность полностью раскрыть то, что они не раскрыли в фильме. Нет, там эта ситуация, которая в фильме, она, в общем, ничего особенного нет. Ну, понятно, что если есть одна там, которую все больше хотят, чем остальных, то ясно, что в этой ситуации равновесие придумать какого-то невозможно, потому что, ну как, то есть можно придумать равновесие, но одно из равновесий, наверное, будет как раз состоять в том, что они ее игнорируют. Но, с другой стороны, если чуть-чуть дальше копнуть, глубже, это неравновесие, это сговор. Вот вообще в формальном смысле то, что там представлено, это сговор, это неравновесие. Потому что если вот, например, все так договорились, а потом один в кулуар схватил ее, значит, и вперед, да, обманул своих друзей, ну вот как бы типа он выиграл. То есть то, что там описано, даже неравновесие, то есть даже к равновесию не имеет отношения. Равновесие — это ситуация, когда каждый действуя самостоятельно улучшить выигрыш не может. А если мы, сговорившись, достигли какого-то консенсуса, но при этом он не очень устойчивый, то это неравновесие, это ситуация сговора. Да, то есть, например, вот если привозят на рынок несколько производителей там пшеницу, и получается, что все слишком много привозят, слишком низкая цена, и все в проигрыше. И они созваниваются друг с другом, говорят, слушайте, пацаны, давайте как бы немножко мы это придержим, у нас будет картель. Придержим, да, чтобы была повыше цена. А один обманным образом договорился с каким-нибудь своим подельником, что тот привезет побольше, сделает вид, что он отдельный игрок, и потом они поделят вот прибыль. И это выгодно каждому из них, то есть это неравновесие, это картель. Картель — неравновесная ситуация. Если они друг другу доверяют, то они могут достичь вот этого картеля, в котором всем будет лучше. Но если кто-то один начнет обманывать, то ему будет сильно лучше, остальным станет хуже. То же самое происходит в классической дилемме заключенных. Вот вы математики чаще всего как раз про дилемму заключенных и пишете, но я не думаю, что мои зрители про них знают. Давайте вот вы мне расскажете. Я сейчас изложу ее в таком виде, в котором ее баллы кто излагает. Значит, у нас есть два вуза. В 90-е годы приходит Джордж Сорос и говорит, я готов помочь дать вашему вузу на развитие 100 миллионов рублей, либо вашему конкуренту, злейшему врагу, 200 миллионов. Выбирайте. Ну, понятно, что при такой постановке рациональное поведение любого игрока состоит в том, что ну что такое, да еще и конкуренту, да? Надо взять себе 100, ну иначе у тебя не будет 100. А что решит тот? В этом смысле неважно. Если тот решил вам отдать, значит, у вас вместо 200 миллионов будет 300 миллионов. А если он решил себе захапать, то вместо нуля у вас будет 100 миллионов. То есть в любом случае вроде понятно, что надо брать. Но в результате, если они берут вот так рационально, эгоистично себя ведя, то тогда у каждого оказывается по 100 миллионов. А если каждый уступил второму ВУЗу, то у каждого оказывается по 200 миллионов. Понятно, да? То есть вот эта ситуация, когда сговор прям безумно желателен, но сговор неустойчив, потому что каждый хочет вероломно обмануть, забрать еще 100 к этим 200, оставить его ни с чем, и себе получить 300. И в этом суть дилеммы заключенных, которую всегда долго описывают там путано с тем, что двое там преступление какое-то совершили, их там допрашивают. На самом деле, проще всего она выглядит вот на этой вот постановке. А еще есть шикарная постановка с дилеммой заключенных. Это мафия, когда остается три игрока. Честный игрок, мафиози и маньяк-убийца. И начинается ночь. И в этой ситуации мы, математики, прогнозируем, что честные люди выиграют. Потому что, опять же, вот по той же логике, да, у каждого, если не учитывать, что делает второй, у каждого более оптимальной стратегии убить конкурента, а не честного убивать. Ну и в результате они убивают друг друга. Хотя могли бы договориться на ничью, убив честного. Вот. И вот это вот такая тоже понятная ситуация совершенно. Так что, это дилемма заключенных. Она сразу нам объясняет, что теоретика игровой равновесия не является оптимальным способом поведения. И это очень часто происходит. Ну, то есть получается, что там каждому вузу по отдельности выгоднее взять деньги. Это есть как бы равновесие по нэшу, правильно? Ну вот в этом и парадокс, что на самом деле человеку выгоднее играть не только за себя. Поэтому если каждый как бы действует в своих интересах, то получается, что проигрывают все. Правильно. И теория игры в этом смысле учит совершенно другому, чем классическая экономика. Классическая экономическая теория говорит, если все действуют, максимизируя свой собственный выигрыш, то и система придет в оптимальное состояние. Это первая теорема благосостояния. Из экономики мы ее все учили. В вузах кто изучал экономику. Однако это обман, потому что на самом деле в жизни очень часто происходят ситуации вне тех условий, в которые поставлены люди в условиях совершенной конкуренции, а именно в игровые условия. И в игровых условиях как раз гораздо чаще происходит ситуация типа дилеммы заключенных, когда договор между всеми, какой-то консенсус, который является для каждого вроде бы локально не очень выгодным, но глобально, если все следуют этому консенсусу, то всем будет лучше. Этому учит теория игр. Это главное, чему она учит на самом деле. Ну, если я правильно понимаю, опираясь на эту теорию, то математически вообще можем доказать, что альтруизм эффективнее эгоизма? Нельзя, потому что это слишком общая постановка. И иногда будет так, иногда, как я уже сказал, не так. Например, если бы где-то мы увидели рынок совершенно конкуренции, это в нем вполне себе эгоизм, то есть преследование собственной цели. Приведет систему равновесия, в смысле в оптимальное состояние, то есть когда никому нельзя будет улучшиться без ухудшения кого-то еще. И в этом плане надо понимать, математика в социальных науках не универсальна, нет универсальных теорем. Есть теоремы сиюминутные. Вот здесь будет одна верна, здесь другая. И от того, какая именно игра играется, зависит то, будет ли, например, оптимальным вот это равновесие Нэша для всех. И тогда можно успокоиться, просто его играя. Либо не будет, и ни одно из равновесий, которое можно разыграть, не будет оптимальным для всех. А в случае с картельным поведением, со сговором, мы улучшаем ситуацию каждого из нас. То есть нет надежды на какие-то общие теоремы. Есть только частные какие-то теоремы про конкретные ситуации. А в жизни всегда надо разбираться. Поэтому, когда ко мне приходят из любой бизнес-конторы и говорят, Алексей Владимирович, нам нужна ваша наука, у нас возникли там вот ситуации, в которых мы не понимаем, как себя вести. Есть общие теоремы на эту тему. Ответ всегда такой, теоремы общих на эту тему нет. Но есть там набор, букет теорем, которые мы там в разных ситуациях можем доказать и предложить. И вопрос лишь в том, какая из них по условиям, в которых она работает, ближе к тому, что у вас происходит. И дальше они говорят, ну блин, тогда нужно вас, наверное, нанимать здесь на месяц, чтобы вы разбирались. И я говорю, да, но не меня. Я не могу наниматься, у меня много дел, я не могу, я очень загруженный человек. Но, конечно, вы можете найти профессионала, теоретического игровика, которого вы наймете, заплатите ему гонорар, он разберется, и вам после этого скажут. То есть у всех такая надежда на какую-то быструю наживу. Вот пришел там теоретический игровик, они там ему какие-то те самые 30 серебряников заплатили, он сразу все сказал. Ну не бывает так, не бывает. Должна такая тяжелая работа, тяжелое погружение в реальную ситуацию. Ни одна конфликтная ситуация не может быть решена вот так вот. А скажите, есть игры, в которых равновесия вообще нету? Или отсутствие равновесия в каком-то смысле есть некое равновесие? Хороший очень вопрос. По-настоящему хороший научный вопрос. Значит, ответ такой, если мы говорим о равновесии в исходном смысле, то, например, в Орлянку его нет. В Камень, Ножце, Бумага его нет. То есть нет какой-то одной стратегии, которая тебе гарантирует выигрыш во всех ситуациях, как бы ни делал твой контрагент или контрагент. Но если мы понимаем равновесие как Нэш, то есть в смешанных стратегиях, как Джон Нэш, написал статью на одну страницу, он доказал, что в любой конечной игре конечная значит у нас конечный список игроков и у каждого из них конечный список стратегий, которые он может использовать, то всегда будет существовать равновесие в смешанных стратегиях поведения, когда каждый игрок будет использовать какие-то частоты. То есть иногда ходить так, иногда так, иногда так, заранее сам себе прописав, насколько часто вот так, насколько часто вот так и насколько часто вот так. То есть говоря математическим языком, он выбирает вероятностное распределение на множестве чистых стратегий, а по-русски говоря, он выбирает частоты, с которыми он использует эти чистые стратегии. И вот этот вот набор таких стратегий поведения частотных всегда будет существовать, который будет равновесный. И это великая теорема. Это 1951 год, Джон Нэш, одна страница, публикация, одна страница, Нобелевская премия по экономике. Ну хотя, слушай, на самом деле рынок, вот например, каких-нибудь акций, там облигаций, вот эти фондовые рынки, это как раз та ситуация, где равновесия в принципе не может быть ни в каком смысле слова. Вот. Вот пожалуй да, есть в жизни ситуация, когда там неверная гипотеза, как бы так сказать, там неправильно рассматривать там гипотеза, ну там неконечное множество стратегий, во-первых, там динамическая игра, во-вторых, то, что Нэш говорил, это для игр, в которых одновременно играют все. То есть вот один раз каждый по команде сделал ход, и все, как камень, нож и бумага. А если все это разворачивается во времени, там свои теории равновесия, и на самом деле даже в научном смысле еще до конца не доведено это все. То есть там есть концепции, решения, но это очень трудно, вот это я боюсь, что я русским языком не смогу объяснить даже. В общем, там возникают такие самосогласованные стратегии, которые согласованы с вашим же будущим состоянием, и не самосогласованные. Ну, в общем, грубо говоря, надо понимать, что на фондовом рынке равновесия нет и быть не может ни в каком математическом разумном смысле слова. А там, где вот это равновесие так или иначе есть, как изменить правила игры, чтобы сместить равновесие в сторону пользы для всех? Чтобы люди, условно, не вылавливали всю рыбу из пруда? Вопросы прямо вот те, что надо ровно. Значит, изменить правила игры можно. Можно ввести, например, налоги, дополнительные налоги на использование водоема, да, чтобы не вылавливали вот в этой ситуации, в которую сейчас привела. Это очень хороший пример. Потом, значит, я могу привести похожий пример прямо из жизни каждого человека. Вот, допустим, есть у нас концерт, ну, вот на него приезжает, не знаю, 50, ну, если это какой-нибудь Крокус Холм, не знаю, сколько там вместимость, 20 тысяч, я помню, мы были, ну, огромная вместимость. И всегда, поголовно, всегда, когда это происходит, вокруг ездят матерящиеся водители, которые не могут найти место парковки, вот, и хочется спросить, ну, не идиоты ли вы, вот зачем вы убрали свою машину на это мероприятие, да? Но на самом деле ответ такой, равновесный анализ приводит к тому, что всегда с необходимостью довольно большой процент приехавших на машинах будет долго искать место парковки. Это трудно, но я могу попытаться объяснить русским языком, почему это так. Мы ищем ситуацию, которая будет воспроизводиться раз за разом, да? Раз за разом воспроизводиться во времени одинаково. Это мы называем равновесием, да? И мы ожидаем, что если много раз происходит концерт в одном и том же сити-холе, то вроде как ситуация должна, как бы, люди наученные должны играть, что-то, ну как бы, в одном и то же, в одну и ту же игру. Предположим, что у нас устаканилось, как каким-то чудом обнаружилось ненайденное пока равновесие, в котором нет людей, ищущих парковки. Тогда представим себе, что ты берешь и думаешь, на общественном транспорте ехать или на своей машине. Ну и тогда ответ, так как обычно эти концерты в выходные дни, когда пробок нет, ответ, если ты понимаешь, что ты сразу найдешь место парковки, ты, конечно, едешь на машине. А теперь, внимание, из 20 тысяч зрителей машины есть, наверное, у 17-18 тысяч уж точно. Значит, соответственно, каждый из них сядет на машину, и мы немедленно придем к противоречию, потому что вокруг сити-холла этого две или три тысячи парковочных мест. То есть мы пришли к противоречию с математическим предположением, что существует равновесие, в котором нет ищущих этого самого парковочных места и матерящихся про это. Каждый, который думает, садится ли на машину, он должен прикидывать, что с некоторой вероятностью ему придется крутиться вокруг сити-холла. Или тогда он оставляет надежду на 20 минут на машине, садится и едет 50 минут на транспорте. Спокойно уже и надежно. И мы прогнозируем это. Вопрос, как с этим поступить? Как с этим поступить? Ответ. Платная парковка. Ты добавляешь к выбору человека дополнительные сдержки вот этому неправильному поведению. Что такое неправильное? Когда ты сел на машину, ты наложил негативные, как мы говорим, экстерналии на остальных. Ты чье-то парковочное место занял, по-русски говоря. Но если оно тебе еще дополнительные деньги стоило, то при правильно подобранной цене этого парковочного места возникает ситуация уже такая, что ровно все занятые они парковочные места, но особо никто уже новых не ищет. То есть там, скажем, тысячу рублей за парковку назначил, да еще и в казну этот самый дополнительный доход. У нас много таких ноу-хау, нас не всегда слушают, но вот на самом деле Московская организация транспорта нас слушает. У нас есть формула, теоретико-игровая формула из трех компонент по Москве, ее реализовали. У меня вот команда моих друзей, теоретико-игровиков, работает в московском правительстве экспертами, аналитиками по пробкам. Они ее реализовали. Первое, перехватывающие места, второе, платная парковка в центре, третье, выделенные полосы для автобусов. Все. Вот они. Это формула Москвы. И она работает ничем не хуже, чем формула Лондона и Сингапура, потому что в Москве реально гораздо меньше пробок, чем могло быть в городе, где 15 миллионов человек. Вот. То есть это как бы на самом деле наука рулит, но просто не всегда чиновники слушают. Вот я как в других городах бывал, там видел жуткие ситуации совершенно по светофорной организации, абсолютно неэффективные. Я говорю, да что ж такое-то? Вот тут переключил так и так и все. Они говорят, да понимаете, у нас чиновнику просто наплевать, полностью наплевать. Ему совершенно, его KPI, как сегодня выражается, никак не зависит от того, будет ли по часу каждый день стоять в Воронеже, там, например, вот эта вот толпа на этом повороте. Туда и обратно. Ему это просто все равно, то есть как бы научные исследования могут быть применены гораздо чаще в жизни, но они разбиваются о равнодушии существующих чиновников. Не, на самом деле я, честно говоря, никогда не думала, что переключение светофоров в городе может разрешаться как задача математиками на основе теории игр. Абсолютно. И это вшито в движки. Режимы светофоров вшиты в движки оптимальной организации транспорта. Мне дали бумагу, как говорится, ружье, если оно висит, оно должно стрелять. Сейчас я тебе нарисую. Ничего, что я на ты перешел как-то? Все, выговорил. Ничего. Теперь уже на ты. Вот, значит, и так, вот у нас два пункта есть. А и Б. Это модельный пример, но в реальной организации транспорта такие похожие примеры, они там сплошь и рядом. И вот у меня есть дорога из А в Б. Короткая, но узкая. Посередине пункт С, тут озера какие-то, леса, болота. В общем, пункт С не объезжаем вообще. То есть, из пункта в пункт Б можно проехать только через С. Если нет пробок, здесь 20 минут. Здесь тоже 20 минут. Но народу с утра хочет попасть, вот здесь как бы такой пригород, здесь такой как бы центр. Народу, ну а здесь можно вообще считать, что это такая Москва, где вот эта промышленная зона посередине. Ну и вот, значит, сюда вдвое больше людей хочет попасть, чем может проехать, чтобы не было пробки. Ну там примерно вдвое, может полутора раза. Но есть вот такой как бы объезд через дворы, 40-минутный. И здесь есть объезд. Ну или может просто объездная дорога какая-то. Она длинная. То есть здесь 40 минут, да? Здесь 20. Ну и теперь внимание, что мы прогнозируем? Вот допустим, мы ничего не делаем, мы не вмешиваемся в ситуацию. Мы прогнозируем, что ну все попытаются ехать так, но естественно вырастет сразу пробка вот здесь. И вырастет ровно до того момента, когда не будет уже выгодно вообще сюда ехать. То есть если пробка здесь на полчаса, то сюда вообще дольше, чем по объездной. Объездной 40. Если пробка здесь на 10 минут, то еще пытаются сюда ехать. То есть мы прогнозируем чисто математически, как и в ситуации с этими вот парковочными местами, математика говорит, что равновесие здесь однозначно определено, что здесь будет пробка 20 минут, и здесь будет пробка 20 минут, и поэтому движение будет 40 минут так, и 40 минут так. Все участники дорожного движения, все там 10 тысяч человек, доезжают из пункта А в пункт Б за 1 час 20 минут. Согласна? Так, так, пока все. Приходит, телевизорский игровик, вот приходит и говорит, делаем очень простой запрещающий знак на проезд прямо в пункте С. То есть если вы приехали из пункта А по прямой дороге, то вам запрещено ехать дальше по прямой. Вы должны ехать сюда тогда. А если вы приехали отсюда, то можно поехать и прямо. Теперь пересчитать, но это понятно, реформа стоит ноль. Это как переменить режим светофоров. Мы что-то запретили, что-то запретить стоит ноль. Что тогда происходит? Половина выбирает такой путь, половина выбирает такой путь. Никто не выбирает такой, потому что это час 20. Прямо запрещено. То есть половина едет один час вот так, половина едет один час вот так, половину, я напоминаю, что половину пассажиров каждая из дорог вынесет. Половину этих самых водителей. То есть мы просто одним движением руки полностью сняли проблему. Пробок нет, на 20 минут сокрасили время движения всем участникам дорожного движения. По-моему, это очень убедительно. Правда? Гениально. Вот. Так вот за эту гениальную идею Юрий Евгеньевич Нестеров, автор этой идеи, наш с вами соотечественник, получил премию Данцига, первую премию Европейского, значит, общества матпрограммистов. Вот. Вот такая вот картина. Вот надо просто, я обращаюсь к каждому мэру каждого города, да? У меня есть люди, которые это решают. Есть Михаил Ростиславович Якимов, президент Академии транспорта, есть команда Москвы, есть люди, которые это умеют. Было бы желание. В Москве это желание есть. Зарождайте это желание в ваших городах. Смотрите, я еще, Алексей, слышала такую формулировку, что в конкурентной ситуации теория игр, она как бы подсказывает вам, как быть умнее, то бишь, ну, хитрее, а в кооперативной ситуации, как быть честнее. Молодец, опять правильно все. Я про это пока молчал. Я думал, что ты про это не заговоришь, потому что это немножко менее известно, кооперативная теория игр менее известна, чем обычная стратегическая. Действительно, есть две ветви, есть стратегическая теория игр и есть кооперативная теория игр. И все, что до этого говорилось, говорилось о стратегической, кроме случаев, когда я говорил слово сговор. Сговор, договоренность и так далее. В кооперативной теории игр считается, что возможно подписать обязывающее тебя соглашение. Тогда дилемма заключенных отпадает. Если тебе отрежут голову за то, что ты возьмешь себе 100 миллионов, ты не возьмешь себе 100 миллионов. И им обоим хорошо, что есть кто-то, кто им в этом случае отрежет голову. То есть этот парадокс невероятный. Им хотелось бы завести такого Цербера. Ну и вот, соответственно, мы таким образом впадаем в теорию кооперативных игр о том, как разделить достижимый выигрыш. И здесь есть целая серия замечательных механизмов. Самый известный из них — это принцип деления по Ллойду Шепли. Вектор Шепли, так называемый. Вектор Шепли — решение кооперативной игры. Он заключается в том, что мы учитываем все возможности всех подгрупп. Трое музыкантов играют под землей. Где-нибудь там в переходе играют гитарист, барабанщик и певец. Пусть будет певичка. И вот они играют под землей, и они зарабатывают 180 рублей в час. И вопрос, как им их делить? Ну, вроде как понятно. Давайте по 60 рублей в час делить, и все. Все да не все. Обнаруживается, что певичка одна умеет зарабатывать 50 рублей в час, а барабанщик 10 рублей в час один зарабатывает, а, значит, этот самый гитарист 25. Но и это еще может быть недостаточно, потому что гитарист с барабанщиком могут в час зарабатывать 110. Вдвоем. Это тоже надо учесть. И певичка с барабанщиком сколько-то умеет, да? То есть надо перебрать все возможные коллективы. Если нас 10 человек, нужно перебирать 1023 коллектива. Все, кроме пустого множества, 2 в степени 10 минус 1. Все возможные группы, все возможные группы, которые могут уйти от остальных и работать по отдельности. И в каждом случае надо учесть тот выигрыш, который они получают. И возникает некоторая формула, в которой окончательная зарплата, будем это так называть, в каждом участнике взаимодействия есть усредненный добавочный выигрыш, который он вносит в каждую возможную коалицию. Точка. Это принцип вектора Шепли, он там, доказаны куча теорем про него. Ну, в общем, на сегодня это такой общепризнанный способ делить издержки в случаях, когда есть выигрыш от кооперации или, как мы говорим, в супермодулярных играх. Ну, там есть серьезный возрастающий выигрыш от кооперации. Но вот, например, я хочу не остаться голословным, а привести совершенно конкретный пример. Допустим, у нас есть аэропорт. В аэропорту нужно построить взлетно-посадочную полосу. И бывают авиакомпании, которые используют самолеты разных видов. Какая-то авиакомпания использует самолет, которому нужно 500 метров, чтобы разогнаться и взлететь. Какой-нибудь кукурузник. Потом, значит, есть компания, которой полтора километра требуется, да, взлетная полоса. Есть компании, у которых два, у которых три. Понятно, что полосы, несколько полос строить глупо. Смысла нет. Надо строить одну, но надо разделить издержки как-то по-справедливому. Так вот, по вектору Шепли деление издержек будет такое. Тот участок, который нужен всем, то есть 500 метров, делится поровну между ними. Вот стоимость его строительства. Соответственно, тот, у кого 500 метровые эти самолеты, он очень мало платит. Одну четверть стоимости этого 500 метрового участка. Следующий участок, километровый, используется тремя оставшимися компаниями. Так вот, дополнительную стоимость этого дополнительного километра они между собой делят поровну. Следующие 500 метров, да, следующие две последние компании поровну. А вот то, что вот остаток вообще, та, у которой самые такие грузовые самолеты, ей приходится нести полностью самостоятельно эти издержки. Вот это есть реализация вектора Шепли в данной конкретной ситуации. Это очень известная работа, очень много приложений, не только к этой ситуации, а вообще ко многим конфликтам вот таким жизненным. А почему вот вы говорили, что в семье игры это не очень хорошо? Я имею в виду применять теорию игры. Это плохо, нельзя. Что, разве семье не важно соблюдать равновесие, кооперировать, чтобы еще все были довольны? Дело в том, что социальная наука, какие-то методы теории игр в ней, это что-то, что идет на довольно низких душевных нотах. Я бы так это назвал немножко. А в семье должны быть высокие душевные ноты. Ну, то есть, как бы, такие, уровни математики где-то, настоящей, чистой. То есть, вот это вот какие-то рассуждения о пользе, какой-то пользе, каких-то там выгодах, выигрышах, неуместны вообще в семье. Семья — это храм божий, да, малая церковь. Вы еще как-то говорили, что любая игра — это когда ты манипулируешь другим человеком, прогнозируя его поведение. А как вот научиться ставить себя на место соперника, ну и думать, как он? И вообще, а если он блефует? Да, это очень все хорошие вопросы. Значит, на самом деле, ситуация практического воплощения вот этих всех принципов иногда оказывается анекдотической. Вот, то есть, например, в Швейцарии попытались продать частоты мобильных спектров местным мобильным операторам в 2000 году, и просмотрели удар ниже пояса. Они составили такие правила игры, при которых участникам было очень удобно и выгодно скоперироваться и не участвовать в аукционе на полный, а поделить сферы влияния. В результате был аукцион провален полностью. Другой такой пример — это правило золотого гола, который был введен в 1994 году, двойной золотой гол на футболе. Там, значит, был Кубок Карибского моря и решили реализовать для повышения зрелищности такое правило, что ничья не заканчивает игру даже на групповой стадии розыгрыша, а всегда будет дополнительное время, и если в дополнительное время кто-то забьет один гол хотя бы, первый же гол, который будет забить, заканчивает игру и весит два гола. Не один, а два. И вот, значит, по этим правилам начали разыгрывать, и в первом же чемпионате сложилась совершенно анекдотическая абсурдная ситуация. Матч Барбадос-Гренада. Счет 2-1 в пользу Барбадоса. Но Барбадос это не устраивает. Он напортачил в первых двух играх, ему нужно с разницей в два мяча побеждать, чтобы проходить плей-офф. Гренадов полностью устраивает счет 2-1 проигрыш, потому что она, наоборот, очень хорошо сыграла первые два. Барбадос и так и сяк. Остается 5 минут до конца, и понятно, что если все так пойдет, Гренада защищается всей командой. Ну, не светит. Барбадосу ничего не светит. Что он делает? Угадаешь? Нет. Забивает гол в свои ворота. 2-2 он получает шанс, потому что золотой гол будет двойным. Не думай, что это конец. Гренада идет забивать свои. На поле происходит полный трэш. Идет антифутбол. Барбадос забивает свои, Гренада тут же несется своим воротом. 5 игроков Барбадоса обгоняют игроков Гренады и защищают ворота Гренады. Успешно. Разве что без вратаря. Головой отбивают мячи. Стоят. А другие 5 защищают ворота Барбадоса. 5 Гренаду защищают, 5 Барбадоса. Вот что такое. Не подумал, не поставил себя на место своего контрагента, когда выполнял правила игры и подсочинял новые. Понимаешь, да? На самом деле, в каждом, в каждом механизме новом, вот, например, вот у нас, тот самый, коммунисты все время за то, чтобы снизить до 5% налог для тех, кто мало зарабатывает, и увеличить до 25% для тех, кто много зарабатывает. Ну, к чему это приведет? Ну, ясно, что все себя запишут в 5-процентные, разделив, значит, все свои заработки между всеми кумами и сватами. То есть, страна даже 13-й не досчитается. Ну, слава богу, у нас пока, как бы, таких идиотов там нет. То есть, как бы, это вроде совершенно очевидная мысль. Если хочешь поднять налог для богатых, поднимай, но на бедных не опускай, потому что богатые прикинутся бедными. Ловушек много, и в них очень легко попасть. Вот нежелательно, чтобы в них попадали. Для этого наука и существует теория игр. А кому выгоднее идти на риск? Вот сильному или слабому? Просто считается, что, ну, лучше, конечно, слабому, потому что в худшем случае как бы, ну, он проиграет, но ему и терять меньше. Если честно, вот понятие идти на риск, это уже размытые понятия, оно не общетеретическое игровое. До сих пор мы обсуждали совершенно конкретные вещи, да? То есть, конкретнее некуда. Там, какие-нибудь парковочные места, пробки на дорогах, реализацию диремб заключенных. Но когда мы переходим на такой, как бы, более философский язык, там, кому выгоднее рисковать, то это уже выводит нас за поле науки. Это выводит нас вне поля науки. Но есть сюжет, есть сюжет про другое, есть очень известный интересный игровой сюжет, с которым нужно познакомить наших слушателей. Называется дуэль трех лиц. Это когда трое друг с другом борются на уничтожение, но в каждом, каждый ход данный человек выбирает себе, кого пытаться уничтожить. И это там модель, например, которая годна к тому, чтобы, там, какие-нибудь, ну, вот, манипуляцию перед выборами между кандидатами, как они друг друга заливают грязью, там, или компрометируют. Часто происходит там при борьбе клубов за игрока какого-нибудь. То есть, это довольно частая жизненная ситуация, и в ней прогноз стабильный. Он называется проигрывает сильнейший, выигрывает слабейший. И здесь это связано действительно с теорией игр, потому что каждому игроку выгоднее устранить сильного, чем слабого, потому что дальше ему проще будет. То есть, первый выстрел лучше насильного. В результате как бы получается, что у нас особенно если одновременная игра, тут вообще все тривиально, потому что слабый, он как бы ему вообще, он может вообще не бороться, а ждать пока эти сильные друг друга устранят. Вот. И этот прогноз совершенно такой стабильный, во всех моделях дуэли трех лиц выигрывает слабейший. Там, кроме каких-то редких ситуаций, удивительных редких ситуаций, которые, в частности, мы там с коллегами работали, но мы даже еще не опубликовали, когда это нарушается. Но в целом вот такое. Но вот говорить про то там, когда кому рисковать, здесь нужна постановка, здесь нельзя без постановки игровой ничего сказать. Здесь как бы общих, общих здесь не может быть. Ты начал чуть-чуть про это вначале, я хочу капнуть чуть глубже. Неуплата налогов, там, зайцев в транспорте, коррупция чиновников, их объединяет одно, как заставить людей играть по правилам, если каждого отдельности, потому что невозможно проверить, что в этом случае советует теория игр? Ну вот на тему коррупции чиновников есть просто совершенно конкретная модель, которая моя, которую, значит, я в диссертации кандидатской ее публиковал, там, вот в этом году, в этом году я был избран в Российской академии наук, член корреспондентом, вот фактически за эту модель. И ее мы там обкатывали, ее на многих примерах, она применялась, значит, это модель многоступенчатого наказания. То есть это модель, когда какая-то степень нарушения объявляется допустимой, как вот у Гоголя, не по чину берешь, да, то есть вот если ты по чину берешь, то все хорошо, да, у тебя не придет никакая проверка. Когда ты начинаешь наглеть и борзеть больше, объявляется, что ко всем, кто борзеет больше, чем вот некий заданный изначально мною порог, например, 10%, 10% взятки можно взять или 10% в МИДе воровать из цеха. Вот 10% можно, больше нельзя. Значит, если больше, то ко всем, кто берет больше, приходит с одинаковой вероятностью некоторая комиссия проверки. Значит, дальше, если еще сильнее борзеют, там есть дополнительная вероятность, что комиссия придет к тем, кто еще сильнее борзеет. Схема очень похожа на этот вектор Шепли, о котором я рассказывал в игре с аэропортом, да, то есть это на самом деле оттуда заимствована идея, просто она заимствована и перенесена в ситуацию, казалось бы, совершенно иную, но там те же формулы работают, и это вот магия математики, да, то есть магия математики, которая и в теории игр тоже проявляется, что в полностью, ну, невероятно разных жизненных ситуациях работает одна и та же формула, которую мы сами к тому же и сочинили. Вот, то есть это, это действительно, как бы, рабочая схема, ее можно вот конкретно тут варьировать, эти пороги, просчитывать там дальше эффекты, если вы понимаете, как они себя ведут. Если вы не понимаете, какой, какие цели достигают ваши подчиненные, то может оказаться, что эта схема будет совершенно негодной, если, например, они ведут себя абсолютно нерационально, вот, типа, начал воровать и воруют, пока не посадят. С таким ничего вообще нельзя сделать, надо его посадить. Слушай, есть такой очень знаменитый профессор, Брус Буэнуде Мескита, который сделал сотни успешных прогнозов. А, этот, который воины изучал. Он предсказал свержение президента Египта, премника Хомейни, уход главы Пакистана, ну и так далее. И он как раз использует для этого какое-то уникальное программное обеспечение. Я вот прямо совсем недавно читала в Economist, что такие программы в будущем смогут даже там выступать с посредниками в политических конфликтах, рассчитывать там условия мирного соглашения. Ты разделяешь такой оптимизм? Такое вообще возможно? Первое, это очень крутой ученый, у него целый ряд публикаций в самых лучших журналах. Это действительно известная для нас величина, прямо вот в теоретической теории игр, да, в математической теории игр, это очень известный человек. Второе, когда начинается практическое приложение, ты все равно исходишь из целей, которые ставят участники конфликта. Есть такая вероятность, что действие это не является ни в каком смысле рациональным, ни в какой игре. То есть это просто некоторое решение, которое продиктовано, например, голосом свыше или сниже, или еще откуда-то сбоку, да, то есть там может с какими-то голосами в конкретной голове, которые звучат по утрам. Я на самом деле в конкретный его механизм не вглядывался, программный комплекс. Но у меня нет сомнений, что там все, что можно выжить из прогноза и конфликта воин, он выжил, это точно. То есть, ну, там, человека более грамотного в этой области в мире нет. Безусловно. То есть, как бы, если хочется стать специалистом в области военной стратегии, то это обязательное чтение. В завершении разговора поговорим как раз про это. Я хочу обзудить, как теория их применяет к анализу воин, там, международной напряженности. Возможно, вообще, главная теория игровая задача в данный момент, к сожалению. Ну, наверное, наверное. Да, оба главных нобелевских лауреата в этой области, что Джон Нэш, что там, Шеллинг, они были экспертами по холодной войне, изучали ядерные противостояния. Вот, если приложить теорию игр к холодной войне, какие у нее главные правила? Вот, я, например, слушала очень интересную лекцию, и там говорится о том, что часто одна сторона относится к войне как к конечной игре, в которой есть конкретная задача, а другая как бесконечно. Там, американцы во Вьетнаме или там СССР в Афганистане воевали за победу, а их противники там боролись за жизнь. Одни, как бы, основывают свои ходы на своих интересах, а другие на ценностях, и поэтому вторые сильнее, понимаешь? Вот берем войну в Чечне, эта война на ценностях для кого? И для кого на интересах? Ну, наверное, для чеченцев на ценностях, а для русских на интересах. А по-моему, наоборот. Вот по-моему, наоборот. Для русских это война на ценностях. Это как бы последний, ну, грубо говоря, последний оплот был. Вот если еще это начнет разваливаться, то все развалится, да, и уже как бы даже Ельцин, который до этого сливал все, неожиданно заявляет, все, ребят, дальше мы пойти не можем. Просто не можем. А там реально были интересы, интересы Америки на нефтяное там это самое, причем как бы это совершенно не означает, что битва там где-то будет красивой и благородной, а где-то там безумной и кровавой. Нет, это не обязательно так. Но просто глубинное понимание, оно такое, но вот войны за идею прогнозировать невозможно. Что действительно точно верно, что если кто-то вот прижат к стене, совсем прижат к стене, то это будет очень тяжело. Даже медведь кошку не сразу порвет. Потому что для медведя это вопрос того, что он лучше там полудохлую кошку где-нибудь съест, а для кошки вопрос жизни и смерти. Или там, тем более, если она детей своих защищает. Здесь всегда, здесь это надо знать. Это точно верно. Это точно. То есть, как бы, как мы знали в детстве, лучшая стратегия против гопников, да, не важно больше их там, насколько больше, это безумие. Безумие. Это поведение, которое означает, что там можете меня урыть, но у вас будет там все равно там рассещена бровь, подбит глаз, вам у вас будут еще и ниже пояса врежем чем-нибудь. Вообще, в каких случаях полезно иметь репутацию максимально упертого? Вопрос всегда. Потому что эта репутация тебя освобождает от бремени рационального поведения. в Сбербанке там есть такой отдел проблемных активов. Там работал один чел, он прям был отмороженный абсолютно. Вот он пока там работал, с этим отделом проблемных активов лучше было не иметь дела, потому что было известно, что он идет на любой риск абсолютно. Но как бы он все равно из вас выбьет ваш долг, потому что за ним стоят бабушки-старушки с пенсиями, да? Вот. То есть это как бы вот, но это очень трудно наработать такую репутацию, да? Вот у меня, например, есть некая наработанная репутация. Я не отменяю своих мероприятий даже ради президентской администрации. И когда они звонят, Алексей Владимирович, мы не можем 29 марта провести, пожалуйста, 30 марта. Я говорю, нет, 30 марта я в Самаре. А вы не могли бы отменить? Нет, я отменить не мог бы. У меня репутация, я ничего никогда не отменяю. Точка. У меня два раза переносилось событие, когда у меня рождался Юра и рождалась Надя, два последних ребенка. В результате, когда я говорю, что наш там этот самый состоится, не знаю, 22 февраля в такой-то час, все понимают, что он состоится в такой час. А если вы начнете там что-то мешать, какие-то карты, то он никогда не состоится, да? Это мне удобно. Я сам составляю свое расписание и всех вовлеченных в мое расписание людей. Но это нарабатывается, это долго нарабатывать. То есть всегда, когда вы можете себе наработать репутацию нерационально ведущего себя человека, это надо сделать. Честь как бы дороже всего. Очень важна репутация игрока, когда ты вступаешь в игру с ним и если ты еще хочешь к этой игре приложить теорию игры. То есть очень много каких-то условий для того, чтобы теория игры была применена корректно. Безусловно. Главное условие состоит в том, что все игроки, которых ты моделируешь, должны действительно повести себя как рациональные игроки. Нерациональных мы не умеем изучать. Есть, конечно, исключения, там какие-то Каннамент-Верски, там все эти дела с эффекта отложенного этого счастья. Ну, короче, есть поведенческая экономика, в которой наблюдались нерациональные агенты, но какой-то внятной теории нерационального поведения на сегодня не существует. И это не значит, что нет рационального поведения, как хотелось бы экономистам, да, мейнстрима. Оно есть, но мы его не умеем изучать. Но как только мы знаем, что все себя ведут рационально, например, я точно знаю, что утром садясь в машину, подавляющее большинство жителей города решает совершенно конкретную задачу, как можно скорее попасть на работу. И именно это позволяет нашим транспортным моделям быть такими успешными. Но когда мы начинаем моделировать участие в выборах, ничего не выходит, потому что люди ходят на выборы не потому, что они могут на что-то повлиять, они не могут ни на что повлиять, даже в идеальных выборах не могут, потому что вероятность того, что твой голос будет решающим, почти равна нулю. Это те случаи, когда предположение о конечности множества игроков неправильное, правильная модель это непрерывное поле игроков. И один игрок как песчинка ни на что повлиять не может. Тем не менее, они идут и голосуют. То есть, это случай полного провала. Моделирование электорального поведения у теории игр полный провал, стопроцентный. Хотя, хотя научных традиций там полно, и собирают конференции и так далее, но реальное поведение никто никак не моделирует и не умеет. Хорошо, давай там, где она работает. Последний вопрос. В какой области ты бы вообще мечтал применить теорию игр, где это еще не сделано? Вот я слышала, ты работал над тем, чтобы там построить модель соцсети, как игры, где вообще видно, как все на друг друга влияют. Да, это правда. Я очень хотел это сделать, но мы не смогли это сделать пока. То есть, техническая сложность задачи оказалась запредельной. Потому что нам нужно провести каталог воззрений людей, политических, социальных, там, религиозных и так далее. Социологи нам говорят, что, в общем, даже в самые лучшие времена это не очень получалось. А сколько параметров вообще теоретически надо знать про каждого из пользователей? Считается, что двупараметрическая модель политического конфликта обычного государства, что там идет параметр степень экономических свобод, которые человек выбирает в своей стране, ну, предпочитает иметь, и степень обобщенной ксенофобии, то есть, насколько хорошо он или плохо относится к приезжим чужакам, ну, и к чему-то альтернативному его привычному укладу мира. И это американская модель, очень хорошо американское общество по этим двум параметрам распадается, но уже в России все размывается, там непонятно, как интерпретировать параметры. Думаю, что 3-4 параметра все равно будет достаточно даже у нас, хотя в конечном счете могут опять заработать какие-то внутренние смыслы, о которых мы не догадываемся, да, то есть, какая-то там, вот, и что самое главное, даже это, даже эту информацию совершенно непонятно, как собирать. Это умозрительная теоретическая модель. Как ее собрать, мы не понимаем. Ой, Алексей, дорогой, спасибо большое. Мало того, что мне весь этот час было дико интересно с тобой разговаривать, мне кажется, что вам, дорогие слушатели, было тоже очень полезно послушать этот разговор, полезно применить то, о чем мы говорили в своей жизни, как минимум, завтра утром, когда вы сядете за руль. Да, Софико, спасибо, тоже спасибо большое за умные вопросы, я приятно поражен, да, я оценил, я оценил, просто большое уважение. Счастливо, счастливо, с Богом. Счастливо, спасибо.